Ну что ж друзья, наидобрейшего времени суток. Как всегда с вами у микрофона Дог Браун и в этом видео я наконец-то расскажу вам о воине в Терра Онлайн. Откровенно сказать не особо я собирался делать это видео, но количество запросов на данную тему было настолько большим, что наверное было бы неправильно проигнорировать их. Сразу скажу, что в основу данного видео легла масса информации с европейского и американского форумов Терра Онлайн. Дело в том, что найти актуальную информацию по пробужденному воину с учетом всех правок баланса было достаточно сложно. Однако мне на глаза попался текстовый мануал на английском, который был скромно назван автором как Библия воина. На секундочку, это 70-страничная статья с массой информации как для ПВЕ игроков, так и для ПВПшников. Там даже можно найти массу форму по высчитыванию шанс крита, графика с разгоном атаки и так далее. В общем, ссылочку на данный мануал я на всякий случай оставлю для вас в описании. А в этом видео постараюсь собрать самую актуальную информацию по данному классу, которую у меня чаще всего спрашивают. Но перед началом хочу порекомендовать вам сайт archmoney.ru. Там вы сможете затариться игровым золотом для Терра Онлайна и больше никогда не будете испытывать проблем с покупкой чего-либо в игре. Там все быстро, удобно и выгодно. Ссылочка в описании. Ну а теперь давайте вернемся к воину Терра Онлайн и начнем с самых азов. Во-первых, не забывайте, что воин это класс, который носит кожаную броню. И как вывод, хоть он и обладает защитной стойкой, но не думайте, что в ней вы будете бессмертным. Во-вторых, запомните, что показатель крита это, пожалуй, самый важный для воина фактор. От него зависит, сколько урона вы сможете нанести, когда находитесь в ДД-стойке, ну или то, сколько агро-боссу сможете набить, находясь в защитной стойке. Ну и в-третьих, вам стоит помнить, что воин это динамичный и подвижный класс. В грамотных руках он может быть хорош как в ПВЕ, так и в ПВП-заворухах. Так что никогда не стойте на месте и постоянно двигайтесь. Тогда вы сможете реально причинить массу неприятностей вражеской команде, ну или мобам в данже. Ну а теперь давайте поговорим о статах, которые стоит выставить в шмоте. И как всегда, я продемонстрирую вам все на примере сета хранителя, который все получают на 65 уровне. Итак, начнем. В оружии уменьшаем время отката умений, увеличиваем урон по разъяренным монстрам, а также увеличиваем урон по монстрам со спины. В доспехе выбираем стат на увеличение урона от умения рваная рана, а также берем все на снижение получаемого урона. В перчатках берем увеличение силы, крита и скорости атаки, а в ботинках ставим скорость передвижения, увеличиваем выносливость и восполнение маны каждые 5 секунд. Далее в нашем списке бижутерия. В кольцах и поясе выбирайте силу и крит, а в серьгах берем выносливость и увеличиваем максимальный уровень здоровья. Что касается ожерелья и венца, то там тоже берем статы на крит. Ну и конечно же, теперь расскажу вам про камни, которые нужно вставить в снаряжение. В бижутерию ставьте вирские остроты. В доспех невиоты несгибаемости, а в оружие берем невиоты дикости, средоточие злости и могущества. Ну а теперь пришло время для глифов. Учитывая, что ранее я уже говорил, что воин может быть как дамагером, так и выступать неким подобием танка в защитной стойке, то и глиф билдов тоже будет два для каждой стойки. Первый глиф билд, который вы сейчас видите на экране, рассчитан на повышение вашего урона в бою. А вот уже вот этот глиф билд подойдет для воинов защитной стойки и поможет вам дольше выживать. Визуально на самом деле разница в них не особо большая, но во время игры различия будут достаточно ощутимы, так что можете проверить. Ну вот, собственно, как бы и все. Уверен, многие хотели бы увидеть ротацию, однако в ролике я демонстрировать ее не буду. Дело в том, что воин весьма сложный, классы, разновидностей, комбо у него очень много для самых разных ситуаций, для разных стоек и под разные стили игры. К тому же разбор всех ротаций занял бы слишком много времени. Однако напомню, что в описании есть ссылка на огромный мануал, и там вы сможете найти всевозможные ротации. Так что рекомендую посмотреть. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели, обязательно подписывайтесь на канал, тут много чего интересного. И не забывайте, что у нас есть еще на ютюбе стрим-канал, где проходят эфиры по самым разным MMORPG играм, а также по самым разным сингловым проектам. Так что буду рад вас там видеть. Ну а пока что всем удачи и приятной игры. Субтитры сделал DimaTorzok